Есть люди, которые сразу выбрасывают использованные батарейки в мусор вместе с пищевыми отходами. А есть те, кто копит их мешками, чтобы увезти на другой конец города и сдать в утиль. Потому что известно, батарейки и аккумуляторы – это вредные отходы. В батарейках содержится много токсичных элементов, таких как никель, свинец, катми, литий, иногда даже ртуть. И если батарейки не утилизировать в специальных организациях, а просто выбрасывать в мусорку, то эти вредные элементы могут попасть в почву, в воду, либо в атмосферу. И повлияют на жизнь, здоровье людей, животных, растений. В Барнауле всего 10 бесплатных пунктов приема батареек. Мало, потому что дорого, говорят общественники. Чтобы увезти отходы на переработку, нужно заплатить за это предприятию. Их утилизируют только в Челябинске, на небольшом производстве в Новосибирске. Обработать 1 кг батареек стоит около 200 рублей. При этом только с одной точки города в месяц могут вывезти больше 4 тонн. Сейчас все инициативы, которые по батарейкам, это инициативы частного бизнеса. То есть это компании, которые взяли на себя ответственность, собственно, по тому, что они, ну, таким образом проводят экологическую политику. Общественникам накладно заниматься утилизацией батареек. Нет средств платить заводам. А еще, как им, так и частному лицу нужно предварительно получать лицензию на опасные отходы в Росприроднадзоре. Их представитель в Барнауле так и не объяснил, как именно ее получить. Если вы будете просто осуществлять накопление, то это одно. То есть вы будете просто складировать их сроком не более чем на 11 месяцев для дальнейшей уже обработки или утилизации. Да, все верно. На это, тогда на это не нужна лицензия. Как мы поняли, лицензия нужна не на сбор, а на перевозку батареек. В любом случае ее необходимо каким-то образом оформлять. Государственных программ по массовой утилизации опасных отходов в ближайшее время не предвидится. Поэтому у жителей Барнаула, которые заботятся об экологии, выбора не остается. Придется продолжать собирать их в мешки, а потом ехать и выбрасывать их в пункты сбора на другом конце города. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.